Спасибо. Юбилей в этом году, значит, полвека этой песни. Это первый военных моряков, не Рейс считается, а поход называется. Первый поход на парусника Розенштерн, который там ходит под военным. Кстати, завтра я лечусь в Питер. Там есть акция, его систершип Розенштерна Седов уходит в кругосветное плавание. И я там должен принять часы в акции по поводу проводов этого замечательного парусника. Потому что я как раз в 62-м, 63-м и 65-м годах, мы все время работали парой. Два парусника Розенштерна Седов, которые ходили из Кронштадта и из Балтийска на 4 месяца в северную часть Атлантики для океанографических работ. И тогда же, вот у меня в книге воспоминаний, по-моему, в первом доме, или во втором, по-моему, в первом, есть такая глава паруса Розенштерна, где я вспоминаю довольно позорный для себя случай, когда я решил забраться, значит, на Рею сначала, а там моряки-то, там 100 моряков, 18 офицеров. Их тренировали, они там сбегали, не держась руками за вантины, на Рею, там, на ванты убирали, ставили парусак, и оказалось таким легким делом. А я там решил один раз забраться на второй грот, кончилось это печенье, меня как отца Федора снимали втроем оттуда. Это все в книжке написано, да-да-да. Причем, интересно, значит, Старпум, замечательный человек, когда Антон Терран говорит, ой, вы тут сеньшиши, свет на памяти, давно уже ушел из жизни, уже будучи там первого ранга. Он рассказывал, говорит, снимали тебя втроем, значит, один, двое моряков тебя страховали, чтобы ты не выпал, потому что уже на Салене было Рею, там, высоко, 50 метров, вот. А третий, говорит, пытался твои пальцы от вантина отогнуть, а ты мычал, головой мотал, а пальцы не отпускал. Этот третий был, главный старшина, в Чухов такой был у нас, который на паре, ну, то есть он там бесплатно гнул подковы, а за пол-литра он рвал подковы пальцами. Он, бедняга, не мог мои пальцы отогнуть от вантина. Мне дали подзатырник, у меня был короботек еще там два месяца, и меня нанесли вниз. Вот. В результате было написано «Лихая пиратская песня». Мой друг Юрий Ильич Висбург как-то сказал, у каждого, уважающегося автора, есть хотя бы одна пиратская песня. Про меня он даже сказал «Странно». Что касается Городницкого, где он стал старый пират. Итак, 62-й год, борт военного пары «Странно-Штерн», пиратская песня. «Странно-Штерн» 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 «Кто ступеньки нету под ногой, то на спину завалюсь в увечную, и приемный ждет меня покой, торопя меня к покою вечному». Перевала сумеречный дым, И лавины бешеная конница, Вверх по склону шел я молодым, Никогда не оступаясь, помнится. Синева прозительная вот, И нордосто дикая мелодия, По мантинам я взбегал на грот, Никогда не оступаясь, вроде бы. Снова вспоминается Тунис, Гвадалупа, Касабланка, падая. Нелегка, увы, дорога вниз, Надо и по ней пройти, не падая. Поздравляю с первой победы, Мире Мужестве, вам. Второй вопрос, помогает ли вам творчество Анна Анатольевна? Еще как помогает, еще как помогает. Если вы действительно приобрели ее в СИИ, вы, наверное, поняли разницу в масштабах поэтического таланта. И кроме того, она может, так сказать, что? Раз в шесть примерно. Вот она, но я не считал, так сказать, ну, может в семь, я не знаю. Вот, как вы считали, что в шесть, а не в шесть? Ну, да, советуют ли вы с ней, когда пишете стихи? Нет, когда пишут стихи, я не советуюсь, но я всегда вспоминаю, я замечаю, был жив еще тогда, мы живем и снимали вот дачу в Подмосковье, в стихе, я не об Акуча, я писал, вместе с замечательным, я бы сказал, великим совершенно историком и литератором, пушкинистом Натальевичем Дальманом. Он ушел из жизни, не дожив, потому что ей сидят. Я помню, что там вечером себя в саду, там Дальман сидит, там его жена, там Анна Анатольевна сидит. А я выхожу и говорю, ребят, я стихи написал. Она говорит, ну, читай, говорит она, с таким сыром выражением лица. Я читаю, и по мере того, это Дальман описывал. Появлял, как я читаю, и глядя на ее реакцию, я отмечаю съеживаться, съеживаться, съеживаться. И в конце я упавшим голосом говорю, ребята, ну, как стихи? А она говорит, где стихи? Я съеживаюсь и ухожу. Все, вот эта реакция нормальная. Спойте, пожалуйста. Так, споем. Почему ваш концерт так быстро заканчивается? Правда? Серьезно? Ну, давайте сегодня не бегом так быстро. Что-то трещит. Перетелкиваем. Позабудьте свои городские привычки. Там призем. Зеленые воды в канавах просветывают. Смех последний коврагом приник, На фанельных бащечках название улиц, Как заглавия, там не клик, Здесь тропинкой придя, Задеваешь щеку паутины беззвучную нить, И лежит пастернак над закатным покоем, И веселая церковь звонит. А в безлюдных садах и на улицах мгнистых, Над дыханием влажной земли Волча жгут сторожа прошлогодние листья, И дававшие весны корабли. И на даче постой, где не хочешь опейка, Непонятные горькие сны Заскрипит в темноте под ногами ступенька, И светло подбегнет со стены. И поверить нельзя В невозможности Бога В ранний час, когда верба росла, И на заячьих лапках, как сердце тревога, В перелетел кино входит весна. И на заячьих лапках, как сердце тревога, В перелетел кино входит весна. Весна. Спасибо. В этом фильме «Атланта держит небо», если бы он его приобрел, там последние серии, там все, там Австралия, Новозеландия, весь мир туда-сюда, экспедиции, погружение на дно, а в конце идет возвращение к себе. И там я еду на трамвае, в пустом трамвае, по вечернему Питеру, а дальше трамвай уходит на Кировские острова, и там звучит такая песня в заключении уже всего «Когда ты шагнешь навстречу судьбе». Когда ты шагнешь навстречу судьбе, родной, впереди порог, и мама шепнет вдогонку тебе, постой, не спеши, сынок. Откроется вид, где чайка парит, и море вдали поет, а солнечный луч тебя слепит, и ветер заполнит рот. Откроется вид, где чайка парит, и море вдали поет, а солнечный луч тебя слепит, и ветер заполнит рот. Когда поймут чужие края тебя передной цветной И скажет тебе подруга твоя, мой милый бабуль со мной Приснет тебе вид, где чайка парит и солнечный бьется дым Обнимешь ее, покинешь жилье и следом уйдешь за ним Приснет тебе вид, где чайка парит и солнечный бьется дым Обнимешь ее, покинешь жилье и следом уйдешь за ним Когда это все, припомнишь ты вдруг без помощи старый бесед И спросит тебя, испуганно внук, о чем ты заплакал дым Не стоит ту жизнь, что хочется жить, чтоб кончился твой черед На солнечный вид, где чайка парит и море вдали поет Не стоит ту жизнь, что хочется жить, чтоб кончился твой черед На солнечный вид, где чайка парит и море вдали поет Идем дальше по запискам Уже, Сан Васильевич, 13-й месяц, контрольная прогулка, писатель, пациент Не планируете ли вы провести подобные мероприятия с нашими бардами? Ну, в общем, как-то пока не планирую Идея хороша, хотя надо подумать, может быть Вот, во всем случае, вот сам Почин этих прогулок мне нравится Он мне, я думаю, барды, художники, понимаете Я не увижу других творческих и нетворческих профессий Потому что, в общем, какой-то пример, по-моему, очень хороший Дима Быков, да, вместе с Людмилой Уриской, которую я очень люблю и уважаю И многими другими вполне достойными, вообще-то говорю, людьми Вот, стихотворение, точно не помню слова А-а-а Распел по слову Это стихотворение вызвало огромную реакцию Значит, с одного стандарта нацистов в газете «Русский порядок» Была опубликована уничтожающая статья против меня Что, значит, так только у нерусского человека могут быть такие проблемы А мы вот русские по крови, у нас проблем нет И в то же время, как вроде Сан-Франциско, если не ошибаюсь Или в Лос-Анджелесе Пришла группа евреев на мой концерт бить меня морду за эти стихи В газете было, может, я враг еврейского народа, я дед КГБ, кстати Что очень забавно Вот, да Мне интересно, вот, многие знают эти стихи Дело в том, что в Израиле вышла книжка Моих силов на русском языке Именно в Израиле я направлял книгу под этим названием Она называется «Русского постов» Мне интересна ваша реакция Такие стихи неоднозначны Я, например, выступал в Меоце, в Международный еврейский центр Где я демонстрировал там куски святого фильма Своего Атланта держит небо И встала пожилая дама, которая сказала «Но вы, наконец, отрекли своих ужасных стихов Прородство послова, они соступнические Недостойные вас стихи» Интересно, достойные ли они? Вы послушайте Это одно из принципиальных моих скитворений Деланные в качестве стихового позиция Неторопливо Истина простая В реке времен Нащупывает брод Родство по крови Образует стаю Родство послов Создает народ Не от того ли смертных поражая Непостижимой мудростью своей Бог Моисеев передал Скрижали Людей отъединяя От зверей А стая Не нужны законы Бога Она живет с заветом вопреки Там ценится в сознании У Бога лишь цепки нюх Да острые клыки Своим происхождением не скрою Горжусь и я Родителей любя Но если слово разойдется с кровью Я слово выбираю для себя И не отыщешь выхода иного Какие возражения не готовь Родство по слову Порождает слово Родство по крови Порождает кровь Спасибо Аплодисменты Отношение к ней Интересно что вот говорят В России Семитин Фигня Извините Вот я сейчас пою две песни Абсолютно противоположных По своему направленности Да Потому что с одной стороны По крови я естественно еврей А уж по языку Языкок вы сами знаете И интересно что обе эти песни В больших русских залах В Новосибирске В Омске Я не знаю В глубинке В Сибири В моем родном Питере Всегда встречают Ну я вас не агитирую Но совершенно однозначно Хотя ни с чем противоположное Это вот песня Вот в фильме Поиска Кириша Которая тут есть Да Там есть такая сцена Когда День Победы кстати Позапрошлым году Девятое мая В Минске На печально известной яме Где немцы убили Несколько тысяч евреев Стоят и плачут люди Приходят Кладут камушки Как положено евреев Кто цветы кладет Вроде меня не понимающие Что нельзя цветы класть И значит И там идет Траурный миссинг Когда он поет Такую песню Подпирая щеку рукой От житейских устах Невзгод Я на снимках Смотрю с тоской А на снимке Двадцатый год Над песечком Глубится пыль Облетает Вишневый цвет Мою маму Зовут Рахим Моей маме Двенадцать лет Да с бесечком Глубится пыль Облетает Вишневый цвет Мою маму Зовут Рахим Моей маме Двенадцать лет Под зеленым Ковром травы Моя мама Теперь Бережит Ей защиты Не стал Увы Ненадежный Давидов щит И кого из моих родных Ненародом 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 Зовут Кто стареет В краях Иных Кто убитый Лежит во рву Никого из моих родуны Ненародом нам зовут Кто стареет в краях иных Кто выпить лежит во рву Завершая урочный бег Солнце плавится за горы Двадцать первый тревожный век Начинает свой год второй Выгорает седой ковы Старый город по углу одет Мою внучку зовут Рахим Мою внучке тренадцати лет Выгорает седой ковы Старый город по углу одет Мою внучку зовут Рахим Мою внучке тренадцати лет Пусть поет ей весенний хор Пусть минует ее слеза И глядят на меня в упор Юной мамы мои глаза Отпусти нам, Господь, грехи И детей упаси от бед Мою внучку зовут Рахим Мою внучке двенадцать лет Отпусти нам, Господь, грехи И детей упаси от бед Мою внучку зовут Рахим Мою внучке двенадцать лет АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такая песня. Они очень много разных отзывов. Много всякого руганий в мой адрес. Когда у меня был юбилей в театре эстрады, какая-то женщина прислала на электронную почту, что я уничтожил ваши книги, ваши диски. Я не ожидал от вас такого великорусского, имперского шовинизма. И меня даже поразила не сама песня, а звериная реакция, как по команде вставшего зала. А еще какой-то насыст там написал замечательно. Вот тоже их, уже жиды, ультрафатриоты. Нормально, правильно? А песня такая. Пахнет дымом от павших знамён. Малопроков от битвы жестокой Стан последний вчера пастион. И вступают враги в Севастополь И израненный молвит солдат. Спотыкаясь на каменном спуске Этот город вернётся назад. Севастополь останется русским. Этот город вернётся назад. Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг В небе мессеров хищные стаи Вдаль уходит последний моряк Корабельную бухту оставит И твердит, но смотря на закат И на берег покинутый узкий Этот город вернётся назад. Севастополь останется русским. Этот город вернётся назад. Севастополь останется русским. Что суть наступающий год? Снова небо, туманное блисто. Я вступаю в последний пивиль год. Покидающий графскую пристань И шепчуя, прищуя в глаза. Не скрывая непроженой грусти Этот город вернётся назад. Севастополь останется русским. Этот город вернётся назад. Севастополь останется русским. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. 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 Соединён. Уходит лето, быстрые секунды, Где волны, как каменные тонны, Где с непривычки нелегко идти. Те облака, плывущего на тундры, Тень птицы, пролетающие на тундры, Тень оленя, что бежит по тундре, Перегоняют бешево в пути. Если как-то, рассказавшись утром, Забыв на час о зеркале и пудре, Ты попросила рассказать о тундре, И лис бы о немелом я нашел. Те облака, плывущего на тундры, Тень птицы, пролетающие на тундры, Тень оленя, что бежит по тундре, И запросил бы я прандашом. Потом покончив с этим трудным делом, Оставив место я ромашек белым, Ведь прочее закрасим бы я смелым. Зеленый краски радостный для глаз, А после выборов кисточку потоньше, И осторожно краску взяв на кончик я синим бы, Раскрасил колокольчик, затем мы закончим свой рассказ. Те облака, плывущего на тундры, Тень птицы, пролетающий на тундры, Тень оленя, что бежит по тундре, Рядом с ними собственную тень. Тень облака, плывущего на тундры, Тень птицы, пролетающий на тундры, Тень оленя, что бежит по тундре, Рядом с ними собственную тень. Спасибо. Так, все, мы не успеем. Так, как была написана песня в Донской монастыре? Это мой 70-й год, в Габаратовском проливе, на борту Дмитрия Мензимеева. А, я бы переформулировал. А правда ли, что вас заверли, и пока вы не написали? Это не выключает Игорь Михайлович Белоусов, кто виноват в том, что 20 апреля часть молодежи выкладывает фото главного преступника 20 века, Гасноватого фюрера. Но, знаете, я не могу ответить на этот вопрос, кто виноват. Многие виноваты, в том числе, может, где-то и мы с вами. Вообще, это безумно, конечно, это безумно. Это безумно. Но, знаете, у меня есть такой грустный стишок, значит, только когда выкладывает фото, Гитлера, ази в нашей теле. День Победы я встретил в Германии, той поверженной прежде стране, что позднее прошло покаяние, и теперь процветает. Гром салюта над площадью красные разноцветные вспышки ракет. Сколько лет все победу мы празднуем над страной, что в победе уж нет. Для чего эти праздники гордые? Мне поднять-то слишком хитро. Машляют нацисты по городу, и людей убивают в Петро. Не могу, старики, победители, я поставлю им это в вину. Просто зря умирали родители из-за несчастья в нашу страну, потому что известно заранее, в целом мире, куда ни прийти, что не будет нацизма в Германии. А у нас еще все впереди. Когда ветер за окнами шальная свиревствует, порою, иногда, учительницу нашу вспоминаю, войной опаленная года, она терзила постер раз когда-то голодным ленинградским пацанам. Всегда любите родину, ребята, за что любить? Не объясняя нам. Был муж и в 37-м расстрелян, а мать его в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели, любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова, и все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я принесу цветочки на могилу, и повторю по сто раз на дню. Любите родину, походу будут силы. За что любите вы? Не объясню. 63-й год, а не потом. 63-й год, борт русского, митбарадского, Критенштейн, юскоша, канадский, форт Халифакс, потом севернадского, и тут три заявки сразу. Тепло, плывет, я же знал, что делать. над Канадой, над Канадой, над Канадой, небо синяя, мне уснуть давно бы надо, отчего же не спится. над Канадой, над Канадой, небо синяя, межберез дожди косы, хоть похоже на Россию, только все же не Россия, над Канадой, небо синяя, межберез дожди косы, хоть похоже на Россию, только все же не Россия, нам осталось шепчет грейся, и любовь заводит шашель, драстнет нас снежок апрельский, помнит нас иду домашний, мне снежок как невесельный, дом чужой не новосельный, хоть похоже на веселье, только все же не веселье, мне снежок как невесельный, дом чужой не новосельный, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Будьте быть в этой святость, дождь солнечные пятны, не спеши в любых оплакать, подожди меня обратно, над Канадой небо синяя, межберез дожди косы, хоть похоже на Россию, только все же не Россия, над Канадой небо синяя, межберез дожди косы, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. На городе Брюки у меня северения нету, к сожалению, и песни нет, а вот просили петь песню о Донском монастырии, хотя в Брюке я был, но песня нету, но еще впереди все. А в Донском монастыре зимнее убранство, спит в Донском монастыре русское дворянство. А в Донском монастыре Время птичьих странствий спит в Донском монастыре И в Донском монастыре И в Донском монастыре не левют шуму вопреки, и близки далеки от кратчинных криков. Каверлеры, старики, кавалеры, моряки не поют языком, а кусок живет баланс И от мусарской чести дамы пиковые спят с германами в песне. А бессонную Москвой под зеленой травой спит и нас не судит. Эх, что лет закончил свой без войны, без мировой, без всерьез соль. А в Донском монастыре Листопад в монастыре Вот и осень, здравствуй! Спит в Донском монастыре Краское дворянство Век двадцатый на дворе Теплый дождик в сентябре И встретит в пространство А в Донском монастыре Сладко спится На заре русского дворянство Век двадцатый на дворе Теплый дождик в сентябре И встретит в пространство А в Донском монастыре Сладко спится На заре русского дворянство Теплый дождик в сентябре Спасибо. Спасибо. Песня «Перемена погоды на юге» 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 Перемена погоды на юге На прощанье обнимемся, дороги Остывают земля и вода Вот и все, что от жизни осталось Нам с тобой сегодня подсталось Холода, холода, холода Холода, холода, холода Ну, проискатели Урана Завтра летаем в поле Молодцы ребята, еще кто-то ищет Урана, это замечательно Дело в том, что, кто не знает Я кончил Ленинградский городный суд Подсвязанности к поиске Урана И то, что я еще стою и пою нормальным голосом Это чисто недоразумение Потому что я ничего не нашел Там, где мы искали Смотрите, у вас Те, кто нашли, уже Их давно уже нет Но когда мы на третьем курсе В далеком 54-м году Значит, мы узнали Как радиация действует на мужчин Но поскольку нам было по 19 лет Нам казалось, что нас ничем не переживили Что сказать Нам это показалось очень смешным Почему очень смешным? Не знаю Но я тогда, когда я понял впервые Как это все будет действовать Я написал гимн нашей специальности Поисковиков Урана Он довольно грустный Это одна из первых моих песен, по-моему И написал ее на мелодию Которую придумал не кто-нибудь Семен Аркадьевич Светлов У него была такая песня Похожем на свете золотой искатель Я понял другие слова Тогда еще по цвету Белозе не было А песня очень такая грустная И от этой жизни в результате Он свой громкий голос потерял Загрузил от этой причины И промолвил с горечью в словах Я теперь уж больше не мужчина А всего лишь облако в штанах Прошло более полувека С 54-го года Но когда я пою третий куплет У меня остатковался Тужиновский дым А он заплакал и пошел рыдая Через реки, горы и поля И лежала перед ним большая Женщинами полная земля И лежала перед ним большая Женщинами полная земля Задолго того, как Уберман написал Мне свою знаменитую эпиграмму К любовной жизни охладев Я погасил свою жаровню Я сейчас смотрю на нежных тем А для чего уже не помню А это все останется не нам С тобой всегда мечтали поселиться мы Во всех домах, чтобы на пути За рубежом в провинции в столице Всегда мечтали дом свой завести Но за ночлег, не выписав и танцы Несет нас утро к новым временам Поют гудки на близлежащей станции А это все останется не нам Поют гудки на близлежащей станции А это все останется не нам Свои жилища на живое утлое В чужих домах над пропастью форжи На обрастали кучи всякой утвари Талетки, вилки, ножки и ножи Но нет того, как это люди с ордумы Чтобы поверить комнатным стенам Поют поземка над аэропортами А это все останется не нам Поют поземка над аэропортами А это все останется не нам Остановитесь, чайски, пожалуйста Не разрушайте будущий наш дом Готовы жить, в отличие от фауста В любом краю и времени в любом На нам судьба летит в затылке присклина Осенний шторм кружится по воллам Поют кутки на близлежащем пристани А это все останется не нам Поют кутки на близлежащем пристани А это все останется не нам Когда-нибудь я знаю, где бы ни были С тобой мы станем счастьем вполне Но заведемся медленными книгами Не зависть повесим на окне Да держит осень нас в ладошке цепкою В огне ворови не сполкает гам Колокола поют над ближней церковью А это все останется не нам Колокола поют над ближней церковью А это все останется не нам Большое спасибо за последние телепроекты Подозрение вами на канале Культура А их еще не было Там еще 8 фильмов мы сейчас сделали А еще не шли Они пойдут где-то к осени Понравилась передача Посвященная видам энергии С каких звезд сегодня видам энергии Ближайшее будущее Так кто его знает А вот этот холодный термояд так и не освоили Если можно, спойте одну из песен Этого замечательного телевизионного цикла Знаете, я их не помню, Люда Потому что я их писал для Вот будут фильмы, в них будут песни звучать Они у меня такие имеют чисто служебное, мне казалось, значение Ого Я извиняюсь Здорово, Александр Мы вспомнили очень многих бардов Но ничего не сказали Вот знаете, у меня есть хип, чем Михаила Анчарова Михаила Анчаров, Виктор Михаила Анчаров Как я считал, мне сложно забыто Сейчас я посмотрю У меня есть хип посвящен Так не помню, в какой книжке То ли в этой, то ли все-таки скорее в каком-то из последних Избранных может и нет Сейчас я посмотрю Я к нему отношусь очень положительно Я считаю, что он один из основоположников Тем более, что он начал писать задолго даже до Визбора У него есть замечательные песни Типа Мазы, например, Генеон, начали песни и так далее Хочу сейчас песню, да? Так, вот, значит, такое ведется По-моему, сейчас я посмотрю Есть у меня тут В этой книжке, по-моему, все-таки нету Вообще, я к нему отношусь очень положительно Вообще, я и блестящий прозаик Потому что и сам шеетовая ветвь Сам шеетовая ветвь Сам шеетовая ветвь, он от солнца, теория невероятности Это совершенно фантазия Песню перекат для мальчика из первого ряда Исполнил, исполнил его участие Но он уже в качестве последней Обычно мы по традиции поем все вместе Когда уже все равно заходится Атланты Атланты тоже Вы так давно поете, сочиняясь, но играясь на гитаре Почему? Я говорю, что лентя Во-вторых, потому что я начинал писать песню на экране серии И гитар не было просто как класса В-третьих, потому что я избалован такими вот аккомпаниаторами Хуже не хочется, лучше не получится Спасибо Какой была ваша первая песня? Ну первая, как одна из первых Это марш вот этих самых несчастных Поисковиков Урана Истории всех моих песен Начальных Можно прочитать Вот в первом томе Называется «Атланты держат небо» Там есть история моих первых песен Я вообще почему я начал писать песни? Это очень такая детективная история Начнем Вот уже более 12 лет Каждый год я привожу к вам на встречу Мою семью Спасибо моих друзей И отец 90 лет И дочка 25 лет Потрясающе Это и есть эстафета любви к вам и вашим песням Спасибо Жараю на долгие годы Чтобы еще не одна десятилетия Ого Могли здесь собираться и наслаждаться Спасибо вам большое, дорогая Марина Вот Рахиль, я уже пел И перекаты мы спадем Спасибо Чуть позже, да? Бахайский храм Спасибо Так Бахайский храм Бахайский храм? Хайфа Есть там храм Удивительно странные конфессии Представили, которые Гитлер уничтожил даже в период евреев Это конфессия Зезе Бахаи Это новая относительная конфессия В конце 19-го, начале 20-го века Старальники этой конфессии Стараются переменить все религии У них там все пророки И Магомед, и Христос, и все остальные Мне эта идея понравилась Мне эта идея понравилась И я написал такую песню На вершине кармель, где стоит монастырь кармелитов У подножия ее, где могила пророка Ильи Где склоняясь, католики к небу возносят молитвы И евреи, качаясь, возносят молитвы свои По золочным куполам в синих лучах полыхают У приехавших морем и сушей всегда на виду Возвышается храм на майорной веры Бахаи Возле сода, светущего трижды в году Возвышается храм на майорной веры Бахаи Возле сода, светущего трижды в году Этот сказочный храм никогда я теперь не забуду Где все люди вокруг, между собой в постоянном ладу Одинаково чтут нам Христа, Магомеда и Бутова И не молятся там, а сажают деревья в саду Здесь вошедших века обнимают прохладные тени Здесь там клубок цветов из военних животных и птиц Окружают тебя в сочетании странных растений Что не знают границ, что не знают границ Окружают тебя в сочетании странных растений Что не знают границ, что не знают границ Буду я вспоминать посреди небогод и морозов Выбери ты дорожек, москлон, сбегающих вниз Где на тихий морской роз пускается жаркая роза И на чайной розы недвижный Борис и Борис Мы с тобой пойдем в этот сад, наклоненный полом И не тихая птица над цветами закружится вновь И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь Спасибо Спасибо Целый список на целый концерт хватит Но давайте споем одну из этих песен «Моряк покрепче, вяжи...» 63-й год, гибратор Моряк покрепче, вяжи мыслы Беда идет, а беда Вода и ветер, сего мыслы И зл, как черт, капитан Пусть волны в свет разевают рты Пусть станет пара с тугой О них навек позабудешь ты Когда придем мы домой Не верь подруге, а верь в вино Не ждя женщин добра И сегодня помнить им не дадут О том, что было вчера За длинный стол посади друзей И песню прочую запахой Еще от зависти и гордости Когда придем мы домой Не плачь в море на чужой земле Скользящей мимо бортов Пускай ладони твои с море И спят им сердце за мной Лицо за губы холодными Водой соленой помохой И снова станешь ты молодым Когда придем мы домой И снова станешь ты молодым Когда придем мы домой Покрепче парень Покрепче парень Покрепче парень Покрепче парень Покрепче парни И вот там я написал мне такую песенку, я не буду рассказывать все эти фильмы, в книжке во втором ТОМе. По-моему, мы эту песню ни разу не пели, да? Не влюбляется все людей из корабля, да? Там героиня этого, когда я беру это интервью, через 35 лет, говорит, ни до, ни после, она по-русски не понимает, ни до, ни после, я не влюблялся людей из корабля, вот, и поэтому я написал эту песню туда. Ах, красотки из южных портов, что вчера наши сутки навстречали, привлеченные скрипом швартов, не ходите гулять на плечале, ошибаться сердцем не веля, не спешите влюбляться без толка, не влюбляйтесь в людей из корабля, корабли простоят здесь недолго, Ищите недолго любви, ищите недолго любви, В ожидании близкой утраты, не способен я прочтой любви, Те, кто ходят на землю по траву, не для них шелестят на поля, Их дорога трудна и прибравна, не влюбляйтесь людей из корабля, Корабли не приходят обратно, не влюбляйтесь людей из корабля, корабли не приходят обратно. Малякам из неведомых стран, не верят и незрелые души, не вернет их назад океан, Малякам из неведомых стран, не влюбляйтесь людей из корабля, корабли не вернутся обратно. Чтоб не плакать потом по ночам и себя не готовить во вдовы, Не ходите гулять на причал, где суда напрягают швартовые, И покуда кружится земля, и на солнце меняются пятна, Не влюбляйтесь людей из корабля, корабли не вернутся обратно. Не влюбляйтесь людей из корабля, корабли не вернутся обратно. В заключение, значит, я прочитаю пару стежков и вот запоем «Атланты» и «Перекаты», что и обещали, да? Снова январь по-московски сырой и грибозный, Мокрые вьюги и дождь ледяной на дворе. Чувство стыда было сравнительно поздно В Греции древней на хмурой троянской заре. Неотомщенная обида, оно не простит нам, И милосердие тоже оно не простит. Стать победителем, кровь проливая, не стыдно, Стать побежденным, вот это действительно стыдно. Попременно то слабость, являя то силу, По лабиринту водит непрочная нить, В смертном бою наплевает на ахейца, в ахиллу, Но запотрогла, не может он не отомстить. Вечно воюет с людской натурой дикой, Тянется к солнцу, в зеленые это лоза, В царстве тени нелегко влитверно Эдипу, Как на родителей сможет поднять он глаза. Стало сложнее со временем эта картина, Вот и мои на исходе как будто года. Так в чем же оно на меня накатило, Невыносимое, жгучее чувство стыда, Стыд за мучение моих опозоренных предков, Стыд, что по жизни не ночью шел из дорог, Стыд потому, что мало близких нередко, А не оманывать тоже как будто не мог. Стыд за народ мой, привыкший к порядкам острожным, Стыд за желание нового верить царю, Стыд за молчание и за того, Кто, возможно, не понимает, о чем я сейчас говорю. АПЛОДИСМЕНТЫ Ужасный у меня есть тем, которым названа эта книжка, Легенда о Дове. Жил я достаточно долго, Где я умру, неизвестно. Определение дома, Определение места, Все опоздать о Васильевсе, Запечатлеть его в слове. Я родился на Васильевском, Мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, Рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует меня правильно? Что мне считать своим домом? Дал врагам меня галцами, С яростью невыносимой. В спальный мешок забирался я, Пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчивал Над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, Что мне считать своим домом? Долго не ведал я баловин истины В горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов И в палатках, Там, где для мыслей подобных попросту Не было времени. Определение дома, Определение племени, Жившись с теками песними, Был бы, возможно, всегда я Счастлив с подругой, Если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета, Блин, что останется комом. Кто объяснит мне бескрепетно, Что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, В общей исчезней могиле. Дом мой в блокаду разрушенный, Люди обжили другие. Неопротиво потеряно все, Что с рождения дано нам. Кто объяснит мне уверенно, Что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый? Этот заснеженный мыслей? Определение дома, Определение смысла жизни, Что теплится вроде бы, Значит, не кончился порох. Определение Родины, Призрачной точки опоры. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Их тягшая работа, Вошли иных работ. Из них расслабь никогда, И небо упадет. Из них расслабь никогда, И небо упадет. Во тьме заточат головы, А выгодят поля, И встанет грех белого, И кончится земля. А это год отгуда Всё навет тяжелей, Прожит оно отгуда Ракетных кораблей. Трожит оно отгуда Ракетных кораблей. Для святой, ребята, Танччёные тела Посады когда-то. А села не пришла. Их всем едой не родит, И прочих не застла. Их красоту с commissioners Урода нет война, Их красоту снарядами Урода нет война. Старые навеки Упешивы в беду, Небогие человеки, Привыкшие к труду, И жить еще надежде Додой, ворой пока. Отлады не поддержат На каменных руках, Отлады не поддержат На каменных руках. А теперь обещали батюшку из первого ряда. Будешь петь, да? Я никак не могу. Я каждый раз хвастаюсь. Я уже несколько раз говорил, извините, если повторяюсь. Мне пришло большое впечатление, знаете, пару лет назад мы с Сашей были в Верховске, когда там, значит, понаехали геологи в филармонию со всей там тайги, с Болевых партий, с Байкана. И когда я вышел в фойе в перерыве, один здоровый, бородатый мужик сказал другому. У меня до сих пор такой комплимент, не могу забыть. Интересно, как там человек приехал, а в тебя наши песни знают. Вот то, что я знаю, 60-й год, Таруканский край, река Северная. Давайте вместе попытаемся. Все перекаты, да перекаты, Вахать бы их по адресу. На это место уж нету карты, Плыну вперед по адресу. На это место уж нету карты, Плыну вперед по адресу. А где-то бабы живут на свете, Вроде я сидят за водкою. Владеют камни, владеет ветер, По имперявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер, По имперявой лодкою. К большевике я на утро выйду, На утро лето кончится. И подавать я не должен в виду, Что умирать не хочется. И подавать я не должен в виду, Что умирать не хочется. Интересно, с тобой холодно, Не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, А дальше так получится. Люблю тебя я до поворота, А дальше так получится. Все переклады, мы переклады, На запыки по адресу. На это место ложь не тукарный, Вдруг берешь по адресу. На это место ложь не тукарный, Вдруг берешь по адресу. Спасибо! Спасибо, дорогие друзья. Хорошего вам лета. Я надеюсь, что какие наши годы, Мы еще соберемся. Осень, а не следующий весной и так далее. Спасибо вам огромное. Я сейчас спущусь сюда, И все, что надо подписывать. Спасибо вам большое. Здоровья вам, счастья и всего самого-самого доброго. А мы еще вместе с вами. Спасибо.